Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, мы продолжаем Биошок Инфинит Инфинит проходить. Как вы помните в прошлый раз... Твою, я думал он танцует. Мы попали, короче, в ловушку к чёрным людям, которые нас захватили и теперь попросили чё-то, короче, сделать. И попутно с этим у нас сбежала Элизабет. Мы находимся в доках какого-то Финктона, судя по названию. Здесь ребята драют полы, причём синхронно. Я думаю, они очень хорошо поменяют профессию на переквалификацию, например, на каких-нибудь грибцов, потому что так синхронно выполнять не каждый сможет. После пачки записанных серий я прочитал ваши комментарии, в которых вы жалуетесь на то, что я постоянно куда-то ломлюсь, куда-то бегу, не поменял, короче, себе пистолет, что-то там вместо пулемёта или ещё что-то. Я на самом деле не очень понял, чего вы от меня хотите, но я постараюсь как бы это исправить. Не буду никуда ломиться. Так, хорошо, а куда нам с вами идти-то? Здорово. Я уже что-то совсем подзабыл, как тут вообще играть-то. По-моему, где-то можно было какую-то цель показать. Сейчас быстренько проглянем управление, забыл уже совсем. Так, ускорение движения, использовать выстрелить, применить прицел, другое рукопашка, перезарядиться, выбрать энергетик, по интерфейсу, навигация. А я что-то и забыл, как тут вообще, куда цель-то моя, куда идти-то. Может, я что-то неправильно делюсь, в какой-то другой игре это было. Я не помню, уже за это время столько игр записал, пока в Биошок не играл. Просто беда, прям реально. Ладно, сейчас разберёмся. Пойдём куда-нибудь. Я же помню, что есть какая-то кнопка, которая показывает мне цель. Ой. Это не то. И это я не могу использовать. Понятно. Так, а как же мне цель-то мою посмотреть? Совсем печально. Ой, солючку нашёл, смотри-ка. А у меня максимум. Да как ты что-то и будешь делать? Всё, 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 всё управление забыл. Вот такое бывает иногда, я вам серьёзно говорю. Найти, значит, нам что-то надо. Окей, пойдём попробуем найти. Возможно, нам надо куда-то туда, в лифт. Уж других-то путей особо я здесь не вижу. Значит, нам надо наверх. Ну, естественно, я же слепой. Я промахнулся клавишу. Вон, найти, Элизабет, нам туда куда-то надо. Дурачок совсем. Прямо пропускаю мимо ушей, мимо глаз всё, что у меня написано на русском языке. Всё-таки я всё правильно шёл. Подожди, а здесь же нет никого прохода, где она может находиться? Дурак-то ещё тот дурак. А, нафинка. А, тут вон проход есть. Какой-то чувак призывает работать на финка всех, включая, скорее всего, и меня, потому что он говорит, что он не дурак, и это, типа, классно. Куда она убежала? Да что ты, убери свою руку. Я надеюсь, меня в этом ящике никуда не увезут. Здесь, кстати, можно неплохо спрятаться, если чё. Куда же она пропала-то, мать? А, куда вот убежала? Вот она, девка, беспокойная. Ну, хотя, в принципе, она же правильно была. Такую я знаю, чувак, спасибо за информацию. Это, как раз-таки, та бабища, которая мне нужна. Она же Элизабет. О, дошёл. Это можно чё-то собрать. Оу! Хороший. Чё не предупреждаешь, чувак? Ты бы хоть поставил какую-нибудь эту, я там, не знаю, табличку. Осторожно, скользко, осторожно, больно. Что за люди? Никакой техники и безопасности. Потом удивляются, почему у них на этом предприятии так и люди помирают. Так, погнали. Ой, Элизабет, привет! Я, походу, сейчас за тебя кому-то голову надеру. Да подожди, Элизабет, ну, давай договоримся с тобой. Я же серьёзно, просто за свою жопу беспокоюсь, да и всё. Куда ты пропала? Ну, она реально, ну, её, конечно, можно понять. То есть, её, получается, предали просто. Но я её спас. То есть, я могу её туда передать, она как... Просто надо поговорить. Я сказала, отстань! Ну, успокойся ты! Какая разница, где я сидеть в западне? Что у этого тупыря, у какого бога на земле? Что у другого? О, как там ни хера, ты чё делаешь-то? Элизабет! Она пропала в... Погоди ты минуту! В свой разрыв, что ли? Я на тебя не сержусь! Убирайся прочь! Ещё бы ты на неё сердился. Это она на тебя должна сердиться, чувак, ты чё делаешь-то? Осторожно! Уйди! Двигай! Они не дают мне пройти! Не подходи! Да перестань, успокойся уже! Вот чёрт! Я с тобой не пойду! Она вообще беспредельщица, смотри, чё делает! Молодец! Лизок, ты просто молодец! Да где-то по-любому он есть. Давай посмотрим сначала чё-нибудь по столам, потом найдём вход. Опа! Нжей! Они называли Слейта чудовищем и предателем. Я знала тех, кто остался вместе с капитаном Слейтом в зале героев. В их смерти не было позора. Позором покрыли себя мы, стоявшие снаружи. Хоть мы и остались живы, я завидую тем, кто погиб под его знаменем. О! По-моему, я сделал то, что вы немного хотели, я поменял себе одно на другое. Ну, в принципе, неплохо. Теперь у меня есть пулемёт с 55 патронами и гранатомёт с 10 выстрелами. Мне кажется, с гранатомёта одного выстрела хватит на целую толпу. А я чё-то неправильно иду, да? Спасите, Элизабет. Да я б сразу её спас. Ну, вот видите, какая она колотушка. Взяла от меня уб... Что ты от меня хочешь? Он показывает мне куда-то сюда, да? Чего? Полиция Колумбии. Не на защите ценностей. Подожди, ну это же полиция Колумбии. Здесь же должен где-то быть другой вход в эту полицию. Неужели у них полицейский участок ограничивается вот этим вот всем и всё? Такого в принципе не может быть. Лизок, ты куда там пропал-то у меня? Ну-ка вернись. Вот он, здрасте. Не прошло и года. Подмога уже на подходе. Внимание. Скоро за ней прибудет механик. Это который Джейсон Скэдхэм, что ли? Вы чё? Я с ним никогда в жизни не справлюсь. Это же самый брутальнейший после Чак Норриса боевик. Они хотят назвать ко мне механика. Ты смотри, а. Это плохо. Лысый Джейсон надерёт мне жопу-то по-любому. Зацепиться за трассу. Подожди. О, неплохо боеприпасов сейчас под Нотариум. Будет вообще замечательно всё. Опа. И куда? Куда это они? Подожди, они меня запалили или чё? Куда меня отвезёт эта херня? Она меня отвезёт... Куда-то туда. Ну давай попробуем. Я думаю солдаты меня сейчас оттуда стреляют. А, ну будут, конечно. Естественно. Как от меня солдаты не будут стрелять? Глупо было бы на это надеяться. Ладно, походу, дело я там где надо. Ну чё, ребятки, выходи по одному. Погнали. Ой-ёй-ёй, парень, отойди. Иди сюда. Да, свидосики. Следующий. Давайте мне быстрее в автоматиков. Мне патрончики нужны. Во, неплохо. Так, а тут всё, что ли? Не-не-не, чуваки. Никакого бросания оружия от меня вы сегодня не дождётесь. Бросайте сами, или я вас всех убью. Я брутальный такой, жестокий и бескомпромиссный человек. Это чё такое? Во, про него мне тоже говорили. Говорили, куплю новую даю снайперскую... Хочу, говорит, работать под стелсу, дали снайперскую винтовку. На хер мне снайперская винтовка? Всё-всё, читал, ребятки, всё читал. Не надо ничего говорить. Кстати, вот на эти, короче, по-моему, сказали, мне можно применять эту херню. И в итоге я получу с них деньги какие-то. Ой, правда, смотри-ка. Нихерашеньки себе. Спасибо, ребятки, за совет, огромное спасибо. Без вас бы я до этого, естественно, не догадался. Так, боеприпасы, боеприкасы для... Это для чего? Для поливалки. Чё за поливалка? У меня такой нету. Для картечницы. Для этой херни. Это у меня такого нету. А вот это я могу купить себе? О, неплохо вообще. Боеприпасы для гранатомёта. Тоже нормально. Пригодится. Так, ну тут всё. А чё ты мне можешь предложить, товарищ? Какие-то усиления, наверное, да? Плюс к ловушке. Теперь убитых воронами в убийцы превращаются в вороньи ловушки. А, кстати, вот эта хрень тоже полезная. Мне говорили про неё, типа, она довольно-таки прикольная, особенно когда прокачанная. Плюс к мустангу. Это не то. Это не хочу. Давай вот это вот сделаем. Хотя я особо не пользуюсь, но... Почему, например, нет? Окей. Давайте я, короче, себе его поменяю. Поставлю себе вот эту хрень. Не, подожди. Вместо черта. Чёрт-то это поцелуй дьявола, который у нас огонь достаёт. Давайте попробуем. Я и попытаюсь маленько подраться, побоевать, и всё будет замечательно. Так, ну мне вниз, поехали. Воу! 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 Вот это ты зря, короче. Сейчас в самую жопу-то залез. Ты чё делаешь-то? Подожди, 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 пацаны. Ох, ни хера себе, здорово, чувак. Ай, чё-то никак не попаду у него. Подожди. Так, ну давайте попробуем ворон. На, чувак, сожрись. А они его не убили, ты посмотри, какая полезная хрень. Да вы чё, вас тут откуда столько, пацаны? А, так она на всех вообще налетает. Ни хера себе, воронь, ловушка. Это, кстати, зачётная тема тогда. Я думал, они не на одного только налетают. Они, оказывается, на всех. Чувак, подожди. Кто там ещё остался? Не, ну в принципе замечательно. И где воронь, ловушка? Мне сказали, что убитые враги воронами будут превращаться в вороньи ловушки. Но чё-то я особо здесь вороньих ловушек никаких не вижу. Сам урод, где ты? Иди сюда. Я покажу тебе, кто здесь урод. Ай. Немножечко подожди, чувак, это тебе. А, ну теперь чё за меня? Я могу спокойно обыскать всё, что мне здесь оставили. Мне срочно нужна соль. Где-то здесь соль была, по-моему, вот она. Соли, соли, погнали. Не, ну вороны, в принципе, штука нормальная. Пойдёт. Сейчас эта хрень, надо быстренько её уничтожить, пока она не одумалась. Ты всех там убила, мать? Вот, отлично. Так, ну давайте попробуем гранатомёт, что ли? Чё, зря, что ли, его взял-то? Где тут все-то? А, они внутри уже орут. Да ну брось, чувак, а я себя греночку в тебя запущу. Хош? Ой, оружейный шкафчик. Да это снайперские винтовки, нахер не нужны мне. Мне куда? Так, мне вообще код назад. Вниз. А куда ты хочешь меня направить-то? Подожди. Наверх. А-а-а. О-о-о-о. О-о-о-о, подожди, ребятки. Во, неплохо, нормально, вжарил походу. Да, смотри, гранатомёт это вообще тема. Чувак, подожди. Отвлекись пока на ворон. Ну, в принципе, неплохо, но это надо... Ех, нихера, он с таким же, что ли? В принципе, неплохо, но это как бы надо подальше держаться от того, в кого застреляешь. Иначе будет печалька небольшая. Хотя здесь здоровье не так сильно у меня убавляется на этом уровне сложности, и это, в принципе, насрать. А, это ракетница. Окей. Ракетница немного не то, но всё равно прикольно. Так мне всё-таки сюда, что ли? А, тут вот ещё вход. Чё-то я протупил маленечко. Ну, а чё поделаешь? Незаметно. Улетела. Подожди, мать! Подожди меня-то! Куда она уехала? А, на попризначной этой поехала. Нормально я приехал! Ай, мне-то когда пройти? Допустим. Мне что ж туда надо? В обход? Окей. А, вот она, привет. Я так понял, стрелять тебе надо вот в эту тараженькую херню. Чувак, ты никогда не пробовал на Олимпиаде выступать там в метании этого ядра. По-моему, ты бы занял точно первое место там. О, ну или диско, да-да-да, чувак. Я, в принципе, это имел в виду. Он говорит, ни хера, никакие ядра метать не буду, я метаю диски. Ну, молодец, чё. Спасибо, Лизок. Вот видишь, всё-таки какая. А, всё равно выручает. Говорит, не пойду с тобой, не пойду, а выручать выручает. Молодец. Вот это молодец. Спасибо, Лизок. В натуре спасибо. Эй, тут скользко. Тогда нечего за мной ходить, мистер Дэвид. Элизабет, я уже договорился, нам вернут дирижабль. Ты сможешь нас отсюда вытащить? Да, мне только нужно снабдить оружием целое восстание. И как это сделать? С помощью наших многочисленных друзей? С помощью оружейника из Финтона. Дело плёвое. Так что, по рукам? Ты обманщик, мистер Дэвид. И бандит. Но без тебя я не смогу попасть в Париж. Вот так вот сказала прям в открытую. Ты говорит, мудак. Но без тебя мне никуда. Поэтому придётся с тобой посотрудничать. Окей. Куда ты меня тащишь-то, мать? Подожди, давайте немножко с этими поработаем. Пусть мне денег дадут. Вот это я зря сейчас сделал, да? Или чё это случилось сейчас? А, то есть, типа, при охране нельзя этого делать. Но сразу бы сказали, я же не виноват. Чё ты там не нашла? А ты чё-то искал у меня? Давай, спасибо. Спасибо, спасибо! Спасибо. Вот за столь вообще спасибо тебе. Прям огромное. Соль это она молодец, мне поддаёт. Мне ещё сказали обращать внимание на всякие её. Это интересно. Это прикольно. Типа она там что-то полезного может не организовать. Ну ладно, будем внимательнее к этому делу. А куда все люди пропали? Здесь столько народа сидел, все куда-то свальнули. Ничего страшного. Так, а у тебя купить чё можно? Аптечный набор. Ой, давай я ещё куплю себе. Они всё равно дешёвые. А денег у меня, в принципе, до хера. О, вот так нормально будет. Погнали! Небольшой договор с Элизабет заключён. Теперь она, в принципе, может бегать с нами. И хочет бегать с нами. Но потом она сказала, я тебя кину, мистер Дэвид, потому что ты уфырь. О, он селфи делает. Смотри, первое в мире селфи в биошоке. Он фоткает себя на часы. Не, а чё вы хотели? Сейчас каких-то часов нету. Нормально так на превьюшку засуну. Прям красиво. В принципе. Сейчас же есть часы с фотоаппаратами там. Где? Кто тебя к нему отправил? Да изи Фитцрой. Одни считают её героиней, другие опасные преступники. Лично мне наплевать, кто она. Лишь бы дирижабль отдала. Ну где партнёр 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 партнёр? Да не орите вы, чуваки, чё вы паникуете. Я просто денег маленький спёр. Так здесь не было охраны. Кто меня сейчас запалил? Вот скажите мне. Подожди, я посмотрю, что происходит. Потом начнём стрелять. Путь народников. Дэйзи Фитцрой ведёт мерзкую шайку свою. На погибель! Конец. Вот это я понимаю мотивирующий фильм. Ребят, извините, такие дела. Погнали, лизок. Зато денег маленько подрулил. Деньги, вещь полезная. Деньги пригодятся хотя бы на патроны. Хотя и на аптечке тоже неплохо. Где есть оружейник-то? Оружейник Фитцрой. О, бабуль, ты чё? Я в тебя не собирался стрелять ни в коем случае. Никогда в жизни. Вот он, короче, пёс. Ненужный. Заткнись. Пойдём по порогам, мать. Я понимаю, конечно, что лениво тебе без лифта подходить, но уж ты ничего не поделаешь. Вскрой, пожалуйста, замочек. Красава! Как она так одним поворотом? Служебный лифт? Ну а чё такого? Под пулей, под пулей. Подумаешь, маленько постреляем. На пару обоим больше, на пару обоим меньше. Да что-то эти... Давай. Спасибо, спасибо, мать. Отлично, так, стреляй там всех. Ну, алё, ты чё, какой долгий-то, я не понял. Вот он, короче, дурень. Ну-ка, дай-ка я нормально всё это организую. На, чувак. На-ка. Твою мать, ему же надо в спину стрелять, по идее. Да что ж ты не сдохнешь ты никак, сучонок! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Поймай здоровье быстрее, спасибо! Да вы-то тут откуда ещё, черти? Ух, дите все, вот это трэш, вот это мясо, уйди отсюда, чувак. Это, короче, мясо. Не, я никогда не любил сложностей больших в игре. Потому что, если бы я сейчас играл на чём-то, кроме... Держите, чтобы взять скорострел. Нихера себе, это вместо этого, как его? Вместо вот этого, ну-ка, возьму. Да нормально вообще с ним стрелять-то, судя по всему. Если бы я сейчас играл на каком-то отличном, от лёгкого уровня сложности, я бы уже давно валялся трупом. Я бы бесился, мне бы было неприкольно. Хочешь, чтобы тебя убили? Я? Нет. А кто это говорит? Я не хочу, чувак, ни в коем случае, поверь мне. Никто этого не хочет, ни ты, ни я. У меня почему-то два вида пулемётов появилось, ну да ладно. Хотя, в принципе, один пулемёт, наверное, можно потом сбагрить и поменять его всё-таки тот маленький на гранатомёт, а этот оставить. Почаще запасаться в автоматах патронами для этого скорострела, и будет вообще всё замечательно. Опа. Лизок, а чё молчишь? Соли из-за тебя чуть не пропустил. Ты давай будь повнимательнее у меня. Так, вот с этого мы можем получить халявную денежку, я так понимаю. Спасибо. А чё у тебя продаётся вообще? О, нихера себе. Не, ну всё-таки это тоже можно прокачать. Удлинители обоймы, дополнительный запас для пистолета. Ох, нихера себе. Вот это вообще полезно. А для скорострела есть что-нибудь? Для скорострела, судя по всему, нихера нет. Ну ладно. Это сколько у меня получается теперь? 122 патрона, вот это огонь. Спасибо. Наконец-то я начал хоть что-то прокачивать. Это на самом деле полезная штука. Это прикольно, это мне нравится. Сколько надо? Заперты. Элизабет. Не вопрос. Не вопрос. Красава. Чё там ты мне приготовила? 109 монет, неплохо. Это всё? Оружейник Чен Линь. Чен Линь, Чен Линь, да. Похоже наш парень нарвался. Так, вот ещё боезапас. А для скорострела вообще продаются боезапасы, нет? Чё-то мне кажется, они вообще не продаются. Придётся убивать вот этих вот крылатых упырей. Это плохо. Вот это, может, поливалка? Нет, это не то совсем. Ладно, разберёмся потом. Если не будет хватать патронов, возьмём чё-нибудь другое. Куда мы с тобой идём-то вообще? Труды. Так мы только отсюда, чё тебе не нравится? А, тут лифт есть грузовой, твою же мать. Надо его вызвать. Мутная серия вот эта получилась с этими разбирательствами, со всеми этими патронами, со всеми этими пытаниями. Давно не играл просто, но ничего. Ща, короче, как ещё? Что же я? Это дневник моей матери? Откуда у нас Лейта? Мой муж утверждает, что ребёнок был сотворён божественной волей. Я верующий человек, но я не дура. Его ублюдку. Не место под этой крышей. Моя мать. Это она заперла меня в башню. Элизабет. Я просто хочу улететь отсюда. Пожалуйста. Оказывается, заперла. То её вообще мать, ты представляешь? Вот это поворотик, короче говоря. Ну ты давай не плакай, я же с тобой всё-таки. Я говорю, что это серия мутненькая получилась, но я сейчас немножко расторабанюсь и ещё штук 50 вяжёку запишу, и всё будет хорошо. Я Ереми Афинк, и я расскажу вам о том, во что верю сам. Какая из всех тварей божьих чудеснейшая? Человек. Вот он, короче, да? Мне, говорит, насрать на то, что вы устаете, насрать на то, что вы болеете или что-то типа того. О, работайте, собаки, работайте, говорит он. Будьте как пчёлы. Эээ, алё? Мистер Дэвид? Эээ, да? Вас вызывает мистер Финк. Что происходит? Дэвид? Финк у аппарата. Мальчик мой, мы тебя давно заприметили, и вот что я тебе скажу. Ты нам подходишь? Мой заместитель мистер Флаба даст тебе всё необходимое. Ха-ха-ха. Чё ты улыбишься? Вообще без понятия. Он будто рад был тебе представиться. Чё-то мне тоже так показалось. По-моему, они чё-то затеяли, мать. Ты далеко от меня не отходи, это немного опасно будет сейчас. Да-то меня не радует этот звонок. У-у-у. Золотой памятник. О, его часы с фотоаппаратом, неплохо. Я тоже хочу себе карманные часы с фотоаппаратом, это же так прикольно на самом деле. А кто не хочет? Все сейчас хотят. Я не пойму, ой, а ты где-то порвалась. Ты чё такая грязная вообще? Не надо было тебе от меня убегать. Тебе надо зайти, короче, в магаз, у меня деньги лишние есть, мы можем тебя немного приодеть. Будешь выглядеть хоть как нормальный человек. Хотя, так тоже неплохо. Меня спрашивают. Зарплату рабочим производственным товаром, но вставляя промежуточный шаг в виде денег, и, естественно, на них ещё наваривается. Их и хитрожопая падла, я не удивляюсь, почему у него такой успешный бизнес. Ладно. Давайте на этом мы на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.